привет мои дорогие мы уже возвращаемся я решила почему-то снять вам одно и то же не хочу вам показывать как я занимаюсь как мы гуляем сегодня у моего мужа день рождения про которое я забыла день рождения про которые забыла вас такое бывает это вообще он сам забыл все мы забыли все мы забыли еще рано и маркеты не работают и мы хотим кое-что купить и бананы там я ему сказала давай торт не хочу принципе мне нельзя ему нельзя вот как бы ой как пахнет вот эти розы пахнут раз мы зайдем вот такой монах ларек называется посмотрим что почем здесь какие мои странные фрукты видим вот что это такое на заборе висит посмотрите вот такие цветы у нее красивые и вот такой фрукт посмотрите как их много а тут еще покажу вам вы видите я говорю это банан сюда вот очень интересные какие-то фрукты в турции и там тоже на дереве такое дерево как пальма но какая-то необыкновенная пальма фрукты нам и овощи не понравилось все такое не свежее говорит 8 числа приедет базар смотрите сколько их много на заборе и 8 числа у нас будет базар и мы пойдем там купим такие цветы имеет вот странно правда погода так резко изменилась сегодня обещали по хорошую это дождь хорошую погоду посмотрю как мой тут и гнадин тут соседи уже рот видите всем привет друзья мои с вами я светлана то друзья мои сегодня у моего любимого мужа день рождения и что вы думаете я совсем забыла про него это было что-то он у меня уже ложится в четыре утром мы с ним последнее время делаем прогулки вместе и утром он наблюдает как я делаю йога но пока еще не присоединяется но я все равно его сагитирую на это я сегодня встала утром и тут вдруг вышла на балкон и дверь как хлопнет и разбудила моего ашкива но смотрю что он уже рядом лежит не сидит 7 часов до пол седьмого не сидит возле телевизора это меня уже порадовало вечером выключили у нас свет и может с этим связано что он раньше лег спать и я приступила к йоге и вдруг он тут выходит одеты я говорю ты куда он нету сна все я горько какое счастье у хоть вечером сегодня ты ляжешь нормально как нормальный человек после занятия йоги я начала собираться круты пойдешь со мной гулять он горит пойду и мы пошли с ним вдвоем и погуляли вернулись домой я как всегда поела тутовицу во дворе поднялись домой и я приготовила ему завтрак накормила его и тут вдруг фейсбук пришло уведомление что моего друга эндера а та день рождения тут я вдруг подскочила начала петь кричать и кидоудон эндер это значит хорошо что ты родился эндер и начал его целовать обнимать говорю эндер говорю поздравляю тебя он даже не заподозрил что я забыла про его день рождения но в том году я ему делала торт все а сейчас с этой диетой вечером я отключаюсь утром рано встаю с этой генеральной уборкой как вы видели и после вчерашней новости из батуми у меня произошла амнезия на все события которые происходят вокруг но и еще же к тому же карантин который нас не радует мы как-то придумываем себе занятия сидим дома очень все строго нельзя выходить туда-сюда только вот приближайшие магазины и и вот такая ситуация даже мы сегодня с пошли вот где магазин у нас сирийские там раньше хороший был ассортимент сюда свеженький все а сегодня мы так как пол девятого подошли у него не было ни а вы ни фруктов мушмуло я попробовала она была кислая персики были зеленые а больше ничего такого не было ни помидоров не было хороших все были остатки и мы ничего не купили кроме лимона в и петрушки и вернулись домой говорят что 8 и 15 мая по всей турции разрешили базарный день с 10 до 17.00 до пяти часов и вот мы пойдем и отоваримся как говорится осталось а сколько но два дня осталось послезавтра в субботу будет базарный день ну вот такие вот дела мои хорошие какую новость я получила с батуми я вчера вечером звоню как всегда маме не отвечает ну думаю может она не слышит через полчаса опять звоню не слышит потом опять звоню не слышит думаю но дети всегда рядом они должны будут должны по идее слышать звонок мой всегда бегут и кричат бабуля бабуля и тут вдруг эндер поздравление принимает и тут вдруг меня осенила мысль и я взяла позвонила на мобильный телефон и она сразу ответила я говорю мама ты где ангарте я больнице что ты там делаешь я операцию сделала меня как кипятком облила друзья мои я знала что моя мама готовится к операции я вам рассказывала да у нее там на голове что-то там какие-то болячки нехорошие и второй раз она удаляет и тут уже не только на голове и в двух-трех местах еще на шее на ли на лице и под наркозом я вот вот это меня очень насторажило потому что у нее давление постоянное сами знаете уже больше 70 лет и куча болячек и диабетик она и все но позавчера мы с ней разговаривали она подготавливалась к операции говорит мне позвонили и все я пошла и сдала все анализы и сказали мол очень скоро урмама когда очень скоро но завтра говорит надо пойти мне еще и сдать на коронавирус там еще какой-то анализ говорит еще один остался и гордость ты будешь звонить с утра то ты не переживай видите как предупредила не переживай я в больнице на повторных анализах амна эхоскопию рентген легких делать все как говорится все полное обследование и как кардиограмму тоже ну и я в основном если с утра только позвоню и и вечером потому что потом но мне когда мне целый день быть на связи если вдруг что-то срочно они мне звонят течение дня конечно и я вот так вот позвонила вечером да я так переживала и говорю почему ты не сказала мне слезы из глаз и говорю мамочка говорю она никому не сказала она просто ушла сказала что в больницу и все но дочь оказывается знала и мне не сообщила потом дочь посмотрела что ее нет и позвонила ей и знала но не хотели чтобы я переживала вот такая вот мама уже третий раз она делает операцию и все и все без меня но я именно в тот день не говорит мне чтобы я не переживала моя мамочка родненькая поправляйся я душу и сердцем с тобой солнышко мое любимое будь здорово будь счастлива мной внуками и правнуками всего хорошего тебе а сейчас поговорю с вами о том как мы проведем сегодня день естественно как мы проведем сегодня день дома проведем диетчики мы даже когда утром пошли с ним и я хотела купить нет я знаете что я перепутала я его поздравила с утра 8 часов до того как мы вышли на улицу потому что я стала утром с утра написала пост и поздравила его перед тем и я хотела купить торт ему мы так как мы вышли рано пол девятого зашли вот в пекарню тут там был маленький торт ты все остатки пекарне я не доверяла а вот где кондитерская там была закрыта я его говорю давай говорю куплю те торт нет не надо не надо в общем на действительно кто будет его кушать кто будет кушать и он злим же и не придет естественно куда сейчас она выйдет а так бы может быть что-то придумала может я даже что-то придумаю но опять все сводится к тому что вы что кто будет его кушать и ему нельзя и мне нельзя ну как-нибудь обойдемся я и и он немножко подлечим свое здоровье а потом мы будем кушать все и пить и все что хотите и и сегодня я решила приготовить крылышки и бедрышки пожаре в духовке сделаю сейчас салат к сыру но очень хорошо у нас идет и все достаточно вот привела себя в порядок он смотрит на меня дело платье свое занимаюсь и делами естественно и сейчас буду готовить вот такое вот день рождения у моего ашкима а а самая грустная то что его жена забыла сейчас вы меня будете все ругать не ругайте меня и он забыл я турки не отмечают дни рождения для турков это день рождения это не праздник обычный день обыкновенный и мы как-то стараемся его приукрасить шарик купить у меня не дошло подарка у меня нет я потом куплю ему что-нибудь это не страшно мы же не маленькие дети побесимся попрыгаем пить спиртные мы не пьем спиртные продавать запрещено на весь локдаун в общем жизнь как-то такая и в том году у него было то же самое в карантин попали сидели дома и в этом году мне повезло хоть я отметила хорошо и радостно свой день рождения ну вот такие вот у нас новости и сегодня с мамой утром разговаривала она позвонила и сказала мне я позвонила ей и она сказала что ночью конечно у нее было давление не могли никак понизить снизить его сегодня она чувствует себя хорошо и она уже дома слава богу я с ней поговорила поболтала и горну почему ты мне не сказала я не хотела что-то и расстраивалась мамочка так нельзя но действительно с другой стороны хорошо я бы место себе не находила весь день был бы у меня испорчен а так я уже вот просто так мимолетная было шок а потом пришла в себя и с божьей помощью и все будет хорошо и вас будет хорошо и вы не болейте цените ваших родителей любите ваших родителей и ваши детки чтобы вас любили мои дети чтобы меня любили и ценили всего вам всего хорошего очень死亡 хорошо Ашкем только что проснулся и спал посмотрите наше еду вот такой день рождения Ашкем долго не спал на дне с Паста нет, бершей нет. Кызма, хорошо? Бершей соли, Ашкин. Хорошо, Ашкин. Не, хорошо. Дешево, который делим соли и инсаларис. Она как-то ухудшит лады, Сыни. Все, спасибо. Хорошо, скромный стол. Бершей нет. Пойдем, ведь правит всем любовь. Если хочешь ты, напевай со мной. Знаем мы с тобой, правит всем любовь. Давай, напевай со мной. Пойдем, ведь правит всем любовь. Субтитры создавал DimaTorzok